Всем пламенный привет, с вами Герон, и сегодня у нас продолжение подробного гайда по Thermal Expansion 3, многообещанного продолжения. В прошлой части я уже рассказал о том, как работают всевозможные устройства, механизмы, девайсы, машины, печки и много-много чего другого, в том числе там есть свой аналог Deployer из RedPower, так что, ребята, смотрите, там ссылка есть в описании под этим видео. Я сегодня буду рассказывать про энергетику, движки, провода, батарейки, всевозможные батарейки, которые здесь прут-прудим, и многих других вещах по ходу дела. Начну я сегодняшний гайд с самого простого, с производства электричества. Для этого здесь используются аж 4 разных движка, на самом деле они производят все одинаково 80 RF затик или это 8 MG. Так вот, 10 RF из этого мода равняется 1 MG из Биллкрафта. Ничего сложного. Все эти движки отличаются только тем, какое топливо они потребляют и как они работают. Давайте рассмотрим их подробнее. Во-первых, у нас есть Steam Dynamo, который крафтится на основе разных запчастей из медиа, например, медленные пластины, шестеренки, точнее, крафтятся вот таким образом. Дальше, самое интересное. Для того, чтобы это устройство работало, в него нужно добавлять твердое топливо и должна быть еще вода. Давайте посмотрим. Электричество может храниться здесь. Здесь маленький буфер на 40 000 RF и электричество уходит до ближайшей свободной батарейки. Окей. Теперь вещь пойдет про другой тип движка. Это так называемый Magmatic Dynamo, который работает на любых горячих видах топлива. Желательно жидкого. Так вот, для того, чтобы посмотреть любые детали, о любых вещах вы из этого мода, вам достаточно зажать кнопочку Shift. Неважно, левый или правый, результат будет одинаковый. Вы увидите разнообразные подробности. Так вот, Magmatic Dynamo крафтится на основе инвара и инваровских шестеренок. Что это такое инвар, вы можете посмотреть в первой части гайда, где я рассматривал всевозможные сплавы. Я сегодня скажу только то, что инвар делается на основе железа и ферроуса, то есть оксиды железа. Окей. В Magmatic Dynamo также есть свой собственный буфер на 40 000 RF, что довольно мало, и он постепенно потребляет лаву. Точно так же, как и все любые у девайса машины и устройства из этого мода, у всех этих четырех движков есть возможность управления так называемым Redstone Control. То есть он может работать безо всякого Redstone сигнала, может тейбовать работу Redstone сигнал для своей работы, или может игнорировать Redstone сигнал вообще. И он будет работать всегда, когда у него есть топливо. Как говорится, на любой вкус. Здесь также есть полезная информация вот здесь и вот здесь. Дальше у нас идет так называемый Compression Dynamo. Она работает на жидком топливе и на специальном охлаждении. Но обычно это вода. Так вот, крафтится эта штукенция на основе уже олова. Довольно дешево. И еще Redstone Transmission Coil, который делается из сейбра и двух кусочков Redstone. Ничего сложного. Внутрь вы, как обычно, берете ведро, заливаете воду. И еще жидкое топливо. Самое забавное, что в этом моде из топлива жидкого есть только так называемый, как сказать, расплавленный уголь. Да. Liquor Factored Coil Bucket. Ну да, расплавленный жидкий уголь. Как это не забавно звучит. Его можно получить путем переплавки обычного угля в Magma Crucible. О котором я уже рассказывал в первой части этого гайда. Поэтому подробно на этом устанавливаться не будем. Он постепенно тратит воду и очень медленно тратит этот самый уголь. И производит довольно много энергии. Смотрите, как быстро идет производство. Окей, а мы двигаемся дальше. Дальше у нас идет чрезвычайно необычный движок, пожалуй, едва ли не самый странный, который из всех когда-либо созданных в истории моддинга Майнкрафта. Называется он Reactant Dynamo. Делается он из Tinker Aloe. Так вот, Tinker Aloe это обычный сплав, который делается из золы и меди. Ничего сложного абсолютно. Так вот, для того, чтобы он работал, вам нужно жидкое топливо и так называемый твердый реагент. Так вот, в качестве реагента вы можете использовать сахар, blaze powder, огненный порошок, который падает с эфитов, обычный порох, который падает с кейперов, газ-тир, который падает с кастов и даже Netherstar. Так вот, каждый из них работает разное количество времени. Дольше всего работает Netherstar и, по моим личным ощущениям, работает едва ли на целую вечность. Список этих предметов я нашел где-то в закромах англоязычных форумов. Проверил на движке, да, все эти пять штук работают. Давайте мы возьмем Gunpowder, например, и запустим его в движок, чтобы он начал работать. При этом он достаточно медленно поглощает Redstone. В качестве жидкого топлива вы можете использовать либо Redstone, либо Energy Glowstone Bucket. Этот движок не работает на жидком угле. Также вы можете использовать следующие жидкости из других модов. Это так называемый Mob Essence из Mind Factory, биомасса из Mind Factory, скорее всего. Или из мода Forester, Seed Oil это точно из Форестерей. И так называемое жидкое говно тоже из Mind Factory. Но это да, это или навоз. А дальше разговор продолжим уже всем возможным батарейками. Самыми простыми, пожалуй, для понимания, это так называемые видео таких блоков. Их аж 4 версии. Самая дешевая версия и самая простая и самая незателивая, так называемая Redstone Energy Cells. Она делается на основе трех кусочков медиа, обычного Redstone Energy Cells. Который делается из одного блока Redstone, четырех стекла, четырех свинца по углам. Ничего особенного. Вмещает она в себя всего лишь 400 тысяч RF. Способна принимать и отдавать не более 80 RF за тик. Далее. Вы можете проапгрейдить этот Redstone Energy Cells до Hardened Energy Cells, используя обычный кусочек обыкновенного инвара вокруг обычного Redstone Energy Cells. И тогда ваша батарейка сможет смещать уже 2 миллиона RF и отдавать одновременно до 400 RF за тик. Далее вы можете проапгрейдить уже полученный Hardened вариант в так называемый Redstone Energy Cells, который крафтится вовсе не путем апгрейда. Я вас немножечко обманул. Делается это на основе электрома. Электром это было во все времена, это была смесь серебра и золота, конечно же. Так вот, вы сначала должны скрафтить пустую Redstone Energy Cells фрейм, который делается из Hardened Glass, 4 электромов и 1 алмаза. Во всех материалах я уже говорил, она в первой части этого гайда, поэтому не буду подробно останавливаться. Дальше вам нужно вот такой Redstone Energy Conduit, сделанный тоже из электрома и 2 кусочков Redstone. Дальше вам нужно 2 свинца и еще 3 кусочка электрома. Также вам нужно этот самый фрейм заполнить, и на это вам нужно 4 ведра расплавливая Redstone. Redstone расплавляется в Magma Cruze, о чем я говорил тоже в первой части этого гайда. Так вот, внутрь этой батарейки уже вмещается 10 миллионов RF, или почти 1 миллион Mg, и способна получать и отдавать до 2000 RF за тик. Короче говоря, дальше начинается самое интересное. Resonant Energy Cells, едва ли не самый дорогой, один из самых дорогих девайсов, который есть в этом моде. Делается он на основе 4 кусков Enderium. Про Enderium разговор отдельный, посмотрите в первом гайде, это очень дорогостоящий и труднодоступный материал. Так вот, путем апгрейда обычный Redstone Energy Cells. Вмещает он в себя аж 50 миллионов RF, и способен отдавать энергию с мощностью в 10 тысяч RF, или 1 на 1000 Mg за тик. Обалдеть! Теперь пару слов о том, как можно выполнять конфигурацию батареек. Все очень просто. Вы открываете вот так вот менюшечко этой самой батарейки, выбираете вот эту опцию Configuration, и здесь вы указываете. Если у вас указано, вот здесь вы видите разные стороны этой батарейки. Если вы видите такие маленькие оранжевые квадратики, это означает, что электричество отдается. Если сделать синие батарейки, это значит, что оно будет принимать с этой стороны электричество. Если вы указываете желтые, вот так вот желтые маркеры появляются, это означает, что оно не будет и не принимать, и не отдавать электричество. То есть она станет абсолютно инертной к любым проводам. Для того, чтобы ваша батарейка стала полностью инертной и покрылась вот такими желтыми маркерами, вам достаточно насажать кнопочку Shift, потом левой кнопкой мышки кликнуть на центральный квадрат. Вот таким образом. Вуаля! Ничего сложного на самом деле. Так, и раньше вы можете забрать с собой батарейку вместе с электричеством, которое находится внутри нее. Для этого вам нужно подойти поближе, поближе, зажать кнопочку Shift, взять в руки гаечный ключ из этого мода и правой кнопкой мышки кликнуть на батарейку. Все, батарейку вы забрали. И можете куда-то ее отнести и поставить, например, поближе к вашей печке. Все, электричество пошло. Только не забывайте, что та сторона батарейки, которая соприкасается, например, с печкой, она должна иметь вот такие оранжевые маркеры. Тогда она будет отдаливать электричество. Также вы можете подключать к ней провода любые, например, вот так вот, вот так вот. И не забывайте, что у разных проводов разная проводимость электричества, но об этом чуть-чуть попозже. Дальше мы поговорим о так называемых ручных батарейках, которые можете взять с собой и которые, в принципе, являются полными аналогами вот этих батарейок, только они вмещают в себя намного меньше электричества и крафтятся намного проще, как видите. Давайте для сравнения посмотрим Лидстоун Флакс КПП... Короче, не важно. Лидстоун батарейку, давайте мы назовем ее так. В нее вмещается 80 тысяч РФ, в Лидстоун Энерджи батарейку вмещается 400 тысяч РФ. Но зато у нее крафт очень-очень простой. Всего лишь два свинца, один кусочек меди, это три кусочка Редстоуна и один Сульфор. Сульфор это руда, которая встречается где-то на 10-15 уровне и исполнится в больших количествах, надо сказать. По-моему, даже не меньше, чем у Редстоуна. Так вот, для того, чтобы эти батарейки заряжать, вам нужно скрафтить специальную машинку Энергетик Инфузора, о которой я говорил в прошлом части гайда, поэтому вы можете посмотреть первую часть и посмотреть, что это за фигня и как она работает. Для того, чтобы заедить в любую батарейку, вы ее просто засовываете в левый слот и она начинает постепенно разъезжаться. После того, как она заедется полностью, она должна появиться в вот этом правом слоте. И что-то у нас процесс идет довольно медленно, надо сказать. Но что делать? Эта самая дешевая простая батарейка, она может получать... И отправлять не больше 80 РФ за тик, поэтому скорость наполнения ее довольно низкая. Дальше есть усиленные версии вот этой батарейки, которая уже вмещает в себя 400 тысяч РФ. В ней можно и делаться она путем апгрейда вот этой простенькой дешевой батарейки. Но для этого вам понадобятся два кусочка инвара, один кусочек олова и три куска Редстоуна. Дальше есть еще так называемый Редстоун батарейка, которая у нас крафтится. Как она крафтится? Путем апгрейда уже харденет батарейки, трех кусочков Редстоуна, одного алмаза и двух электромов. Ничего сложного, вмещает на себя 2 миллиона РФ. Вот эта батарейка Резонант, она вмещает в себя 10 миллионов РФ. Делается она с помощью двух кусочков драгоценного эндериума, одного перед Хеом Даста и двух кусочков Редстоуна. И вот это обычный Редстоун батарейки. Ничего сложного и ничего затейливого. Вот такая вот интересная вещь. Но что я хотел рассказать самого интересного про эти батарейки? Их можно забрать с собой. Гляньте, с какой скоростью работает Резонант батарейка. Просто сказка. Окей. И вы берете с собой эту батарейку и, например, кладете ее куда-то в печку, которая не подключена ни к каким электросетям. И кладете в этот слот. И все. И ваша машинка заряжается. Это очень удобно, если вам нужно запустить какую-то машину, а под рукой нет никаких электросетей. И у вас либо нет времени, либо возможностей ставить вот такие батарейки, потом тянут провода, или просто вплотную ставите такие батареечки. В общем, бывают случаи в жизни, когда это может быть полезно. Но самое интересное, это самая дешевая простая батарейка, которая делается из картошки, которая в себе содержит 16 тысяч РФ, которая крафтится обычно у Редстоуна, батарейки и... Чего вы поновали? Да, маленького кусочка свинца. Так вот, это очень полезная штукенция, которая позволяет вам на халяву, ну почти на халяву, получить небольшое количество электричества, с помощью которого вы сможете с чистой совестью переплавить свои первые ресурсы, когда вы вернетесь первый раз из шахты. Теперь давай продолжим наш гайд, и поговорим о так называемых электрических проводах. Называются они здесь не иначе, как Energy Conduit, и имеют целых три версии. По какой-то непонятной причине, резонант кондуитов пока что не ввели, либо их не доделали, либо несознательно не вводили в игру, не знаю. Так вот, здесь есть три варианта. Самый дешевый, как ни странно, это Лидстоун, который крафтится у нас из кусочка стекла, двух кусочков свинца, и шести красной пыли. Ничего особенного. Дальше самое интересное. Она способна пропускать только 80 РФ, и вам этот провод понадобится только в самом-самом начале игры, и никак иначе. Дальше самое интересное, это так называемый Hardened Energy Conduit, который делается путем апгрейда уже Лидстоун кондуитов. Для этого вы берете три Лидстоун кондуита, три кусочка Редстоуна, один кусочек Инвара, и вот получаете вот такой вот Hardened Energy Conduit, который уже пропускает 40, 400 РФ за тик. Дальше самое интересное, это так называемый Редстоун Энерджи Кондуит, который крафтится, как ни странно, очень простым способом. Вы берете, сначала крафтите пустые провода, которые делаются на основе Hardened, укрепленного стекла и двух кусочков электрома, как и во втором Thermal Expansion, а дальше, как и обычно, заливаете в них обыкновенно расплавленный Редстоун. Ничего сложного. Так вот, и эти провода способны уже пропускать до 10 тысяч РФ за тик, что очень-очень на самом деле много. И самое главное, обратить внимание, как они замечательно и красиво выглядят. Они, во-первых, прозрачные, во-вторых, у них красивая золотистая окантовка, ну просто любо-дорого смотреть, и даже не хочется их прятать за кауэрами. Или в стенах, не важно. Теперь очень важный момент, который касается электрических проводов. Теперь вам не нужно управлять направлением потока электричества, ну вы помните, наверное, в Thermal Expansion 2, для этого вы правой кнопкой мышки, держа в руке конечный ключ, кликали на его кончик. Теперь таким образом вы сможете только подключать и отключать провод. Теперь направление электричества, или потоков электричества, определяется тем, как вы настроили машины и батарейки. Больше провода настраивать не нужно. Ну а теперь мы переходим к тому, как работают трубы для предметов. Ребята, это нечто сумасшедшее крутое. Ну давайте начнем о том, как это все крафтится. Ну все как обычно. Берете обычную медь, точнее олово, и укрепленное стекло. Дальше все как обычно. Ставите, например, между двумя сундуками мы будем гонять туда-сюда предметы. Направление, как потоков вещей, как обычно указывается, вы подходите к кончику трубы, и правой кнопкой мышки, держа в руке гаечный ключ, выбираете направление. Можете подсоединить трубу, отключить, высовывать и засовывать. Для того, чтобы труба, которая будет вытаскивать предметы из сундука, работала, вам нужно подать редстоунный сигнал. Ничего сложного. По умолчанию она сразу переправляет целый стак предметов. Вот таким образом. Как видите, красиво, аккуратненько, с такой, ну, средней скоростью. Примерно как в трубах RedPower. Окей. Самое интересное, также у этого предмета есть непрозрачная версия, которая крафтится из обычного олова и обычного свинца. Ну, для любителей. Но самое интересное начинается дальше. Мы берем самые обычные пневматические серво, которые делаются из двух стекла, двух железа и одного родстоуна. А дальше внимательно смотрите за это волшебством прям-таки. Вы можете проапгрейдить ваш трубу. Вы берете в руки этот самый пневматик серво и правой кнопкой мышки кликайте на трубу. Вуаля! Вы видите надпись, что ваша пневматик серво проапгрейдена. А теперь вы пробеете, подходите к вот этому кончику трубы и пустой рукой, пустой рукой, подчеркиваю это, правой кнопкой мышки кликайте на него. Открывается фильтр. Обалденно, не правда ли? Здесь вы можете сконфигурировать, с какой частотой будут выходить предметы. По одному, по стаку, но по умолчанию, как я говорю, они выходят по стаку. Здесь они могут учитывать метадату, здесь они могут учитывать и игнорировать метадату. Если он будет игнорировать метадату, он не будет видеть разницы между починенным и очень сильно сломанным мечом, например, потому что NBT или метадата у них разные. Далее. Многие предметы используют один и тот же айдишник за счет разницы в метадате. В метадате. Это тоже учитывается с помощью вот этого специальной опции. Учитывать, учитывать, не учитывать метадату. Все очень просто и понятно. Дальше blacklist. Вы можете просто обозначить вот в этом слоте, какие предметы будут находиться в черном листе и не будут никуда не отправляться из этой трубы, а с помощью вот этого вы можете указать, использовать ORS, use ORD dictionary. То есть он будет считать медную руду из всех модов, которые использует FORGE ORD dictionary. То есть вам не нужно будет указывать в этом фильтре все 9 видов руды или сколько там видов руды есть в вашей сборке в той же меде, например. Достаточно будет один раз указать copper ORD и все. И вся любая другая медная труба будет отправляться по трубам точно так же. Еще один интересный важный нюанс. Когда труба активирована, вот этот кончик начинает загораться красным. Также вы можете после апгрейда ее с помощью Pneumatic Server зайти в ее Enterface и настроить отношение к Redstone. То есть можно, например, сделать так, чтобы труба безо всякого Redstone выпихивала предметы из этого сундука и отправляла их по трубе куда-нибудь. Прямо целым стаком. Очень удобно. Но на этом магия технологии не заканчивается. У так называемых труб для предметов есть еще так называемая импульс-версия, которая крафтится путем заливки в обычные айтемы дакты обычного расплавленного glowstone. Ничего сложного. Также можно сделать непрозрачную версию этих самых импульсных труб. Точно так же. Заливкой glowstone. Ничего сложного. Так вот, эти самые ускоренные трубы отличаются от обычных тем, что они быстрее работают. Давайте мы протестируем, насколько они быстро работают. Здесь я уже поставил апгрейд Pneumatic Servo и установил здесь стак. Да, все хорошо работает. Отправляем. И теперь посмотрим, с какой скоростью у нас будут двигаться предметы. Где-то в 2, 3, 4 раза быстрее, чем обычно. Но это уже веселее. Это уже можно на большую фабрику установить и туда-сюда будет с приемлемой скоростью путешествовать предметы. Это просто отлично. Ну и есть непрозрачная версия для эстетов, чтобы не было видно, что там внутри двигается. Выглядят, конечно же, эти трубы просто шикарно. Ну а теперь парочку слов о обычных трубах для жидкости, которые выглядят вот так. И которые имеют также непрозрачную версию, которая выглядит вот таким образом. Ничего особенного. Крафтятся они, как это ни странно, из меди и обычного укрепленного стекла. Непрозрачная версия делается из-за меди и обычного свинца. Ничего особенного. Дальше все как обычно. Вы подходите с разводным ключом, правой кнопкой мышки выбираете направление, куда вода будет течь. И для того, чтобы все начало работать, вы включаете обычный редстонный сигнал, например, факел. И вода начинает течь куда нужно. Все просто и понятно. Ну и конечно же вы можете проапгрейдить эту самую трубу и сможете потом ее настраивать как фильтры. Здесь доступен только фильтр. Белые фильтры, черные без фильтров и так далее и там подобное. Ну а дальше пойдет речь о едва ли не самом вкусном, что здесь есть, но в самом конце вас ждет, ребята, просто эпик. Ну так вот. Тессеракта у нас, как и прежде, делается очень похожим способом. Для начала вам нужна обычная пустая рамка этого самого тессеракта, которая делается из четырех эндеримов, четырех кусков укрепленного стекла и одного алмаза. Поверьте мне, это очень недешево. Дальше вам внутрь этого самого фрейма в обыкновенном флойд-транспоузере нужно залить, как это ни странно, около одно ведро расплавленного эндера. Делается это из эндерперлов, то есть запихиваете эндерперлы в магма-крутцебл, расплавляете их, заливаете вот такие фреймы и получаете тессеракт-фреймы фул, которые называются. Дальше вам нужно обложить полученную фрейм четырьмя кусками, как называется, сейбра и четыремя так называемой тинкера алой, о котором я уже говорил. Так вот, самое интересное и самое приятное в том, что теперь тессеракты могут работать одинаково хорошо с электричеством, предметами или жидкостями, без разницы, абсолютно. Дальше давайте попробуем создать канал, назовем его один, то есть у нас частота один и давайте создадим частоту один. Окей, дальше давайте настроим секретность паблик аксесс, овнер онли, неважно, это имеет значение на серверах, то есть кто имеет доступ к вашему тессеракту или телепортеру, называйте как хотите. Дальше, здесь у нас редстоун контрол, давайте поставим игнорыт, он будет у нас работать безо всякого редстоунного сигнала. Здесь вы можете настроить, будет ли он посылать или отправлять предметы, электричество и жидкости. Давайте поставим, нам нужно, да, receive only подойдет, то есть он будет только получать жидкости, нас это вполне устраивает. Окей, дальше мы подходим ко второму тессеракту, который подключен в свою очередь к цистерне с водой. Мы сегодня, сейчас, я хочу переслать с помощью тессерактов в воду из этого танка, вон в тот танк. Окей, для этого мы берем, настраиваем этот тессеракт на первую частоту, все, мы ее выбрали, и выбираем здесь, в жидкостях, нам нужно, чтобы он понимал, нет, send only, он будет только отправлять жидкости, великолепно. Дальше мы, как обычно, активируем жидкостную труду, и вода у нас должна потечь. Так, здесь мы выбираем еще раз в фейпенсе, а теперь у нас вода должна потечь, по-моему. Ну, а дальше был очень простой фейл. Так вот, вода иногда по обычным жидкостным трубам птечь не хочет, лечиться это очень просто, переустановкой жидкостной трубы. Вуаля, я в настройках этих самых тессерактов ничего не менял, все, теперь вода пошла. Таким же образом вы сможете пересылать электричество на расстояние и предметы. А теперь у вас возникает два законных вопроса. Первый, можно ли использовать один единственный тессеракт для того, чтобы одновременно отсылать электричество, жидкость и предметы? Да, можно. Второй законный вопрос, какое электричество и как работают тессеракты? Они работают, ребят, практически бесплатно, потому что ничего в конфигах мода и на официальной Википедии про тессерактах ничего не сказано про то, что они якобы там берут какой-то процент от электричества и так далее. Не, ребят, они все пересылают абсолютно бесплатно. Когда они работают, у них меняется текстура, у них такой появляется какой-то внутри волшебный космос. Сравните с тессерактами. Ну а теперь мастер-класс по использованию, практическому использованию РФ с самым обыкновенным белкрастовским филлером. Внимательно следите за руками. Для начала я выбрал территорию побольше. Ну, вы видите. Ну, почти в 64... Нет, тут здесь где-то 30 на 40 блоков примерно. Окей. Здесь у нас стоит готовый к бою филлера. Давайте мы... Нет, давайте стейрс, бокс... Нет, я хочу клир. Во! Замечательно. Теперь нам нужно взять обычную Родстоун Energy Conduit и обычный Резонант батарейку. Включить свет. И сейчас мы будем прибаваться, с какой скоростью будет работать филлер. Со скоростью, когда ему дают тысячи МЖ за тик. И берем батарейку, в которой этих самых МЖ 5 миллионов. Далее нам нужно... Далее, далее, далее. Нам нужно настроить батарейку на отдачу. Для чего мы выбираем оранжевый. Нет, это не тот слот. Может быть, этот. Все. Электроэнергия пошла. Я надеюсь... Сейчас дам... О, все, пошло. Пошло, пошло дело. Это просто офигеть. Вы смотрите, смотрите, с какой скоростью он просто поглощает гору. Только я не очень понимаю, почему у него падают предметы. В честь чего? Представьте себе, с какой скоростью можно вести широкомасштабные строительства с помощью каких замечательных батарейк и возможностей мода термал экспэншн. Это просто сказка. И более того, учитывайте, что вы можете то же самое проделать с билкрафтовскими карьерами, но правда у них ограничение на максимально поглощаемую энергию по умолчанию 48 мг за тик, но в принципе можно поправить в конфигах. А теперь нам последует пару слов о том, как конвертировать билкрафтовскую энергию в РФ легко и непринужденным. Для этого вам нужен такой популярный мод как Extra Utilities, который есть в большом количестве разных сборок. Для того, чтобы подсоединить провод, вам нужно использовать к движку билкрафтовской энергии или другому источнику билкрафтовской энергии вам нужен трансфер нод Energy, который делается из обычного блока редстоуна, четырех трансфер нодов, который делается из эндерперлов, редстоуна, с фильтра пайпов, который делается вот таким образом, и множество других вещей, в общем-то не самый дорогой рецепт на свете, ну и еще четыре кусочка золота. Он должен ставиться таким образом. Дальше у вас идет кроссовер пайп, который предназначен для превращения одних видов энергии в другую, который делается из четырех обычных пайпов, который красится вот таким образом. Короче говоря, дешевле не придумаешь. Дальше кроссовер пайп, вы подключаете к трансферу ноду и тянете его до хранилища энергии RF. И все. Дальше вам остается только запустить движок. И энергия потекла. Полюбуйтесь-ка на это. Т-1995. Дальше что? Угу. Угу. Да, энергия отправляется, как видите, как это ни странно, не постоянным потоком, как обычные трубы в термал экспеншене или Биллкрафте, а пачками. Сразу несколько тысяч RF за один мах. Но они в принципе работают, все эти трубы в моде Extra Utilities работают по принципу ванильных хопперов. В всяком случае механика взята за основу именно такая. Довольно забавно. Но это работает. Прекрасно. Можно таким же образом подключать к печкам и другим машинам из как его называют из термал экспеншен. Чисто теоретически о, часть энергии попала сюда. Часть пошла туда. Замечательно. И конвертируется эта самая MG энергии где-то в соотношении 1MG равен 10 RF. А на этом все. Надеюсь, вам очень понравилось. Любые вопросы по этому моду задавайте в комментах под этим видео. Большая просьба поставить лайк за труды, потому что это был офигительный тяжелый гайд. Я его пилил по-моему то ли 5, то ли 6 часов. Такие вот дела. Ну а если вы впервые можете подписаться и не менее прикольные гайды будут появляться больше, чаще и вообще все будет ну просто зашибись. До новых встреч, друзья. И большое спасибо за просмотр, особенно тем, кто досмотрел до победного конца. Редактор субтитров